Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Вы знаете, в меру своих съемок пытаюсь что-то делать, снимать, как-то себя реализовать, что-то найти новое. Вспомнилась такая история из школы, когда нас учили на уроках труда. Сейчас, наверное, к сожалению, таких нет уроков. Но в мое время они хоть немножко, но были. Были токарные станки и было интересно поработать. Приобрелся токарный станок по металлу. Давайте посмотрим ролик. А у нас с вами с ним вот такая вот коробочка. Все хорошо запечатано. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Вот так. Тут сразу коробочки идут, потом и по оснастке пройдемся с вами. Такой вот чемоданчик с инструментом. Инструкция. Ну и там за каждым станок. Друзья, вот достал станочек из коробочки. У нас это бренд Вайсон WM210F400. То есть 400 у нас длина заготовочки. Давайте вот сейчас прям сходу, пока не будем рассказывать про него, что он может, какие у него тут характеристики, что и как. Мы прям сходу с вами попробуем проточить какую ему деталь. Как видим, у нас есть трехколышковый патрон. В комплекте идет ключик с пружинкой. Это чтобы не забывать. Ну, по мне так, мне кажется, это не очень удобно, чтобы раскрутить. Сейчас попробуем с вами взять и проточить прям вот оцинкованную трубу. Ставим. Тянем. Установил резец. Через шайбочку сейчас его поставим. Потому что резец толщина здесь десяточка. Я так понимаю, можно использовать двенадцатую сразу. Включаем его в сеть. Концевичок слышно. Имеется. Включили. Сразу играется табло. Яркость дисплея очень отличная. Видно под разным углом. Разным углом. Разным углом. Разным углом. Первым углем. Объем. Более оправдок. Кnim65- Games. Од abusного угла. Одного углу. говорится с первой стружкой для меня это конечно классно то есть надо учиться тренироваться и будет все здорово все можно учиться даже новичку какие стружки длинные метровая должна больше получилось итак друзья что же мы с вами получаем за эти деньги в комплекте нас идут из содержателям комплект различных получается 7 штук комплекты рисов я буду говорить все своими именами потому что я в этом деле не специалист так масленочка потом у нас здесь патрон но сам ключ набор шестигранников обратные кулачки шестерни это для резьбы метрической и дюймовый то есть на гитаре то можно поменять конус mt2 b16 ключик 1417 такой хорошего качества острый конус и вращающийся конус и конечно же бонусом такой вот чемодан для хранения всего этого друзья у нас такой вот хорошенький комплекте для начинающих то есть все сразу для работы есть как видели сразу включил сразу начал работать двигатель стоит на этом аппарате 1100 ватт асинхронный бесщеточный здесь мы видим с вами расположены кнопочки включения и выключения также имеется концевичок на крышке даже слышно то есть вот мы включаем его как видим четко видны обороты также установлен реверс прикидывать можно ремень поставить от 50 до 1250 сейчас стоит от 100 до 2500 вот мы давайте включим посмотрим работать и концевичок то есть как видите остановилась давайте откроем заднюю крышку два вида вот так вот здесь на два ремешочка есть нас гитара то есть мы можем взять шестеренки и выставлять под разные резьбы я пока в этом не силен будем разбираться учиться но здесь у нас указаны цифрки все есть то есть и также здесь вся шкала все обозначения какие ставим шестеренки какие резьбы выставляем все можно научиться просто нужно к этому привыкнуть но знаю что можно поставить электронную гитару и не париться уже выставлять с разными шестереночками как здесь мы видим вот у нас проходное отверстие довольно-таки толстый металл конечно так нельзя включать мы посмотрим как это работает сразу нам бросается 3 кулачковый патрон который при желании можно поменять так есть отверстие на 4 кулачковый ему в комплекте как уже показывал есть обратные кулачки которые можно также установить до центра патрон у нас 105 миллиметров значит сам максимальную заготовочку можем обрабатывать 210 миллиметров это говорит нам из названия 400 это у нас максимальная длина самой заготовки за счет того что у нас есть проходное отверстие диаметром максимальная 30 39 миллиметров мы можем более в длинную заготовочку с вами обрабатывать станина закаленная об этом нам говорит вот такая вот табличка написано что дикционным током закаленная поверхность самой станины здесь мы с вами видим пыльники и также маслёночки маслёночки находится везде здесь нас расположены ходовой винт и который вот таким этим рычажком замыкает маточную гайку но это по своей сути гайка которая разделена на пополам и при замыкании она вот сейчас включим с вами станок замыкаем и она пошла крутится автоматическом режиме у нас двигается супер конечно можно двигать все вручную вращая вот это колесико это колесико для более точной подгонки потому что здесь две сотки этим колесиком барашку мы двигаем туда в центр и обратно от центра то для меня все эти названия пока ребят все это очень тяжело называют своими именами здесь нас видим ход 0,05 0,25 а здесь мы видим шкалу 0,02 то есть две сотки до получается как это точно правильно не могу сказать здесь мы можем расслабить то есть мы вращаем сам речка держатель можно поставить разные нескольких сторон как говорил сейчас на стоит десяточка по факту можем приобрести с вами 12 потому что расстояние 16 миллиметров какого-то люфта нету увидели станок у меня стоит просто на столе я работал и он я никак не закреплен просто стоит на столе для любителя не профессионала это станочек будет самое то просто как бы я еще вот учиться буду и мы с вами дальнейшем я думаю увидим в работе его как он себя покажет и что можно будет с ним делать здесь находится задняя бабка то есть крепится вот таким вот одним движением можно расслабить и выдвинуть пиноль здесь нас идет в миллиметрах и в дюймах максимальный вылетки 0 и 50 миллиметров здесь сейчас решил отрезать трубу просто вот не терпится попробовать все его функции вот пока с чем есть брэм болванок у меня каких-то чтобы обрабатывать нету хочется попробовать все и сразу вот эти шикарно торцевали то что я считаю что для первого раза до первой работы это прям не совсем ты плохо и такой вот колечко отрезали то есть прикольно то есть вот так вот и арматуру можно даже прогнать прикольно друзья также он пробовал ставил обратные флажки все указывается меняется очень просто вот так вот шайбочки попробовал выбрать паз то есть все можно делать меняются они вот таким вот образом начал пробовать всякие муфточки там пробовать точить но все интересно а получается все качество неплохое получается пытаюсь буду учиться а токаря теперь мне точно не нужны будут буду делать сам друзья но если вам понравился данный выпуск не забудьте поддержать лайком написать ваше мнение скажите есть ли у вас в городе токаря потому что у нас в городе мажайск я живу да у нас токарей практически нет ни один раз нужна была штука я кое-как там через знакомых нашел это на предприятии то есть кто-то вот так вот чтобы занимался не найдешь ссылочку конечно же на станок оставлю в описании вот все можно посмотреть и узнать более подробно хочу сказать вам огромное спасибо что смотрите что поддерживаете вам же крепкого здоровья до новых встреч пока пока